Сегодня прошло награждение победителей фестиваля Хабаровск-Наш. На этом конкурсе школьники представляют проекты по улучшению города, об уникальных идеях и о том, кто поможет их реализовать в нашем сюжете. Кристина Руденко, ученица 68-й школы, предлагает свой способ восстановить популяцию краснокнижного лотоса Комарова. Над проектом Кристина работала 4 года, собирала информацию о растении и пригодном месте для жизни цветка, взращивала семена, а сегодня пожинает плоды. Она высадила первую партию цветов в озеро Ридса и получила первое место за свой проект в номинации «Здоровая семья». Чтобы прорасталась семена, мы делали стратификацию. Это нарушение целостности оболочки, чтобы семя было проще прорасти. Когда семя уже выпустила свой надводный, подводный лист и черешочек, он уже готов, чтобы кидать в озеро. По идее, на озере Ридса в следующем году должен застыть лотос, но здесь уже как повезет по погоде. После выступления Кристина сразу получила отклик от экспертов. Свою помощь в дальнейшей разработке проекта предложили в Институте водных и экологических проблем. А председатель Хабаровской городской думы даже пообещал найти инвесторов. Если у вас это получится, и вы доведете это на территорию города, приходите в Хабаровскую городскую думу с инвесторами, я помогу. В дальнейшем я хочу реализовывать этот проект, потому что я не только на Хабаровском крае или на городе Хабаровска, а дальше продвигать этот проект, то есть в Амурскую область, за Байкальским краем хочу посидеть. Всего участники фестиваля представили 168 идей, которые оценило сразу два состава жюри. Экспертная и новинка этого года «Альтернативная» из членов молодежной палаты при городской думе. Было много проектов, связанных с строительством спортивных комплексов, таких масштабных, то есть это не ограничилось какой-то рядовой спортивной площадкой на базе школы, а именно такими большими комплексами, как, например, Платину Марину. Вот было наподобие такой проект. Сегодня я буду, в частности, награждать победителя в рамках номинации «Развитие гражданского общества» Международный разговорный клуб. Все проекты разделили на четыре номинации – «Здоровая семья», «Современный Хабаровск», «Гражданское общество» и «Досуг для детей». Победители в каждом направлении получили памятные призы и денежные премии на реализацию своих идей. Надежда Выходцева, Елена Ермакова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Фестиваль «Хабаровск. Наш» ежегодный, проводится с 2014 года. За это время в нем поучаствовало больше 4000 проектов.